КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Маленький, родственные маленький. Ух ты, малыш какой! А? Ну что ты мне не говоришь-то ничего? Я с тобой разговариваю, как мужчина с мужчиной. Ух ты, какой-то вкусный, малыш какой. Ах, хороший, конечно. Маленький. Маленький, язык ты уснул. Ух ты, хороший. Хороший парень. На меня, на тебя похож. Да? Да. Ну, да что? Ну, поехал. Ну, поехал. Ну, поехал. Слава, Кремль, Донаков, Ленину, Дочка. Хлеба выслать не можем никуда. Дочка. Комиссар Мирнов, ссылаясь в ваше напряжение, запитая, требует невозможного. Возвращение, подавляйте всей решительностью. Подстрекатели, агентам контрреволюции, расстреливайте на месте, не вдирая чины звания, Дочка. Председатель Совета народных комиссаров, Ленин. А я вам повторяю, что это дурацкий империализм. Владимир Григорьевич. Если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги прожжены, никакая седая порода не будут заниматься нами во внимание. Как же говорить? Владимир Григорьевич, к вам пришли. Ага, простите. Здравствуйте, Алексей Максимович. Очень рад вас видеть. Одну секундочку. Я вам не помешаю? Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Поляков, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький. Товарищ Поляков, Алексей Максимович, одну секундочку. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону. Владимир Григорьевич, я понимаю. Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если впредь не поймёт, то пеняйте на себя. Я согласен, Владимир Григорьевич. А, вот это дурацкий разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. Ну, до свидания, товарищ Поляков. Рад, рад вас видеть. Алексей Максимович, соскучился по вас. Как вы живёте? Как живу? Живу в бесконечных и малополезных лопатах. Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведёте огромную и очень нужную работу. Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно. Ну, 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 обменяшись любезностью, перейдём к делу. Кушать хотите? Покорно благодарю обеду. Да, вы в этом убеждены. Есть свидетели обеду. Так, а почему у вас глумусный вид? Есть ко мне дело? Разумеется. Ну, ну, давайте. Вот даже принёс вот эту бумагу. Давайте. Радитесь, Алексей Максимович. Так, видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить. А то помрут писатели. И учёные помрут. Хорошо, хорошо, Алексей Максимович, не кормим. Так, да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. Шестнадцатый раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот, 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 вот тут, да, 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 вот. Да, затем очень важно вот это. Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Но выходит. Очевидно, в поисках хлеба насущного. Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в тысячу раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка. Ладно. Ладно, ладно, сделаем всё, что в наших силах. Хорошо, спасибо. Ещё что, Алексей Максимович? Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Хочу такое сказать. Харистонтель? Да, да, вот именно. Ну. Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А, это хороший человек. Что значит хороший? А какая у него политическая линия? Баташов прятал наших. А может быть, он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов. Это человек науки и только... Не, 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 Алексей Максимович, таких нет. Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова. Ну, 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 ну. Ваше поручительство, вещь немалая. Зайдите к Феликсу Игмундовичу, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье направо. Алексей Максимович. Ну, так. Но вообще... Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать. Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди ненужные. Алексей Максимович, дорогой мой горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость. Насилие необходимо, это я понимаю, но где-то есть у нас жестокость лишняя. Вот это не нужно. И страшно. Алексей Максимович, вот дерутся два человека. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте. Если драка не нажить на настоящее. Вы что, товарищ Буплер? Горбов пришел. А-а-а! Зовите, зовите, Ольга. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарь. Серьезный и чудеснейший человек. Добрый вечер, Степан Иванович. Здравствуйте, Владимир Иванович. Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь. Товарищ Максим Горький, здравствуйте. Очень рад. А где мы с вами встречались? К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать. Да, да, садимся. Садитесь, Степан Иванович. Садитесь, садитесь, Степан Иванович. Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами? С врагами? Вот я вот, Владимир Иванович, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Иванович, скажу я вам, кулачё-то остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулемёты даже. Всё на нас двинули. Война? Вот какая. Да, война, война. А с хлебом как? Хлеб? Хлеб есть? Есть. Хлеб есть, точно, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов. Ну, а как? У кулаков. У кулаков. Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдёт, вы меня, извините, не бывать советской власти? Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то. Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Иванович? Да и мне тоже достанется на орехи. Ну, без того. Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами? С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тысячами. Да с семьями. А там соберём бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмём. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмём, так кулаку не устоять ведь. А если средняка к себе перетянет, не устоять. Средняка. Вот это верно. Это верно. Тогда не устоять. Не устоять. Не устоять будет. И хлеб будет, и советская власть. И будет, и советская власть. Я очень хорошо разглядел. Всё. А ваша мысль о массовом походе рабочих деревьев, это знаменитые мысли. Давайте действуйте вместе. Хорошо. 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 Давайте нам оружие побольше. Слушай, да так кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон. Вот какая история. Степан Иванович, одну секундочку. Трахнем-то трахнем. Вот нам говорят, что мы наряду с необходимой словостью часто проявляем излишнюю жестокость. Вот что нам говорят. Вы-то серьёзно, Владимир Ильич? Совершенно серьёзно. Не может быть. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Что с вами, Владимир Ильич? Излишняя жестокость? Это у кого? У большевиков? У нас до сотни лет рекой лилась рабочая кровь. От нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какую-нибудь, ну, условно, дрянь там какую-нибудь, чтобы всё назад возвернулось излишней жестокости. Ну, я не знаю, ну, что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это? Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь и товарищ Горький тоже это хорошо знает. Сейчас спросите. Вот я теперь у него спрошу. Простите, я что-что-нибудь не так, что же сказал? Нет, вы абсолютно всё правильно говорите. Да у меня тут был один разговор. Вчера. Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденной условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Всё будет понятно, всё. Извините. Да, Владимир Ильич, вас в прямом правде. Ага. Господин Ильич, зайдите за куточкой, мы с вами дотокуемся. Вот, Алексей Максимович, заходите. И не просите, Владимир Ильич, всё равно зайду. Вы не сердитесь на меня, я ведь любя. Вы умеете так обругать человека, кто над вас уходит довольный. Да, значит, мало ругаю. Учтем. Товарищ Бобылёв, да? Что случилось? Симбирск взят белый. Симбирск взят белый. Симбирск взят белый. Мoldик взят белого. Бобылёв, да? Симбирск взят белого. Симбирск взят белого. Симбирск взят белого. КОНЕЦ Ну что такое? В чем дело? За мной гнулись. Пал Симбирск. О, это не новое. Господин посол, Пал Симбирск. КОНЕЦ Ленин и Свердлов Сталин в Царицыне, Курицкой в Петрограде. Все в один день. Посмотрим. Дальше? С левыми коммунистами достигнут контакта. Непосредственно? Нет. Через левых эсеров. Они знают, что они работают на нас? Они, по-видимому, думают, что мы работаем на них. Меня совершенно не интересует, что они думают. Они рассчитывают на портфели в новом кабинете. Да. У них даже подготовлен новый глава правительства. Левый коммунист Пятаков. А в качестве генерального секретаря партии Бухарин. 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 Через комендант Кремля. Он откроет ворота. А кто войдет в эти ворота? Офицерский дружин. Товарищи и граждане, имеются два неочередных вопроса. Первое. По постановлению Екатеринбургского совета рабочих, христианских и солдатских депутатов, бывший царь Николай Романов расстрелял. Желает кто-нибудь высказаться? Какие имеются предложения? Вопрос ясный. Давай дальше. Есть предложение считать вопрос ясным. Возражений нет? Принято. Второе. Есть предложение после окончания спектакля из зрительного зала не выходить, потому что все равно никого не выпустят. Будет проверка документов. Товарищ начальник, можете продолжать. Комендант Кремля взял деньги. Возьмет. А сколько вы ему даете? Пять миллионов. Недорого, господин посыл. А как в фамилии этого коменданта Кремля? Матвеев. 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 Феликс Едмонович, говорит, Матвеев. Пришел. Сейчас я им займусь. Слушаюсь. Будьте покойны. Входите, товарищи, входите. Здравия желаю. Прошу вас. Суп хлебать не будете, конечно. Ну, ну, вы решились? Ой. О-о-о. Начало мне не нравится. Прямо не знаю, что делать, что делать. А что, собственно, вас смущает? Да как вам сказать? Должность у меня хорошая. Почет, уважение. Положение на фронтах, знаете? Да вроде как знаю. Но? Но. Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважения ненадолго. Это как сказать. Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте. Так я потому и волнуюсь, чтобы не прогадать. Большевики сидят крепко. А ваша власть, будем прямо говорить, черт ее знает. Опять же не знаю, какие партии у вас. Кто в них? А может, вам державы какие помогают? Интересуетесь. А как же? Возьмете деньги, дадите расписку. Так. Начнете с нами работать, а вот тогда можете интересоравливаться. Понятно? Да, это резонно. А навар какой за этот будет? Что? Денег, денег сколько? А, ассигновано 2 миллиона. О, нет, за 2 миллиона не буду. Что такое? Ничего не было. Нет, ну что? Мне позвольте. Нет, это же не серьезный разговор. Нет, это не дело. Делайте, делайте, дурка валя. Я не пойду. Господин комендант. Мы не на базаре. Вот что, гражданин Константинов, вы меня не видели, я вас не слышал. И давайте очистим помещение. Давайте. Стоп. Ваша сумма. Моя? Два с половиной. Пишите расписку. Пишите на миллион. А полтора когда? В выполнении операции. Считайте деньги. Ох, и наживаетесь вы на мне. Пойдем, комендант. Только тихо. Товарищ, что это такое? Дегают по коридорам, заходят в кабинеты безобратья. Ты откуда? Отвольте девочку. Чья это девочка? Преблудная, Владимир Владимирович. Ты чья девочка? Тебя как звать? М? Наташа, 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 хочешь ко мне в гости? Хочу. Хочешь, ну вот пойдем. Идем. Вот. Посидите. Вот так. Хочешь, мы вместе с тобой работать будем? Хочу. Ну вот. Ты будешь рисовать, а я буду писать. Ладно? Ладно. Ладно, отлично. Ну вот. А что ты будешь рисовать? Рисовать. Да, ну, отлично. Что ты будешь рисовать? Сэр? Пешок. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Достаньте мне в румянской библиотеке завтра на ночь вот эти книги и скажите, что я утром в 10 часов их верну. Хорошо, Владимир Ильич. Не изобретите способ покормить девочку. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут получилось? Дом. Дом. На небе лягушки ползают, видишь? Какие лягушки? Птички. Ах, это птички. Так, деточка, птички не так рисуются. Вот так. Вот, птички. Наташа, что ж тебе мама платье с ней зашьёт? У меня мамы нету. А где она? Она умерла с голоду. А у тебя дома кто-нибудь ещё есть? Никого. А у тебя дома. Седьмой. Феликс Сидмонович, у вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом население. Объявить, что и впредь будем расстреливать каждого спекулянта, как соклятого врага. Как организатор Волды. Вот, пожалуйста. И еще послово. Необходимо бросить все силы на спасение детей. Как вы думаете, Феликс Сидмонович, если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о беспризонных детях? Так. Хорошо. Очень хорошо. Словом, я вижу, что вы неравнодушны к этому народу. И очень рады. Значит, отныне ВЧК берет ребятка в свое строительство. Так. Завтра мы этот вопрос с вами подробно обсудим. Хорошо, Владимир Владимирович. Хорошо. До утра. Спокойной ночи. Оставьте нас и никого не пускайте, пока я не позвоню. Что это у вас? Хорошо, я подпишу. Возьмете потом. Спасибо. Третья-то второй. Простите минутку. Говорит Дзержинский. Вы что, в своем уме? Что вы мне прислали? Какие у вас основания? Это все. И на этом основании вы предлагаете расстрел. Феликс Едмутович, ну какие же тут еще надо основания? Расстрелять его и крышка. Я печенкой чувствую. Печенкой? Пойдите к Власову и скажите, что я вас арестовал на трое суток. В другой раз будете думать не печенкой, а головой. До свидания. Ну, рассказывайте. Договорились? Продался Феликс Едмутович за два с половиной. Миллион задавок. Щедрый. Продолжайте. На этот раз держался определенно. Назвался? Константиновым. Так, я должен нейтрализовать охрану, открыть ворота Кремля и впустить какие-то части. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Как вы с ним условились? Тридцатого в пять часов вечера я должен явиться по адресу Малая Бронная два, квартира восемь, во дворе второй этаж. Пароль? Кострома, отзыв, Ярославль. Тридцатого в пять часов вечера явитесь туда. Слушаю. Дом будет окружен. Помните, товарищ Матвеев, о заговоре мы с вами знаем еще не все. Он может быть гораздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно. Понимаю. Все. Держитесь, просто и правдоподобно. Я, Феликс Седманович, изображаю такого махлочка. Такого жадного. Не чересчур. Нет, в самый меру. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Девятый. Николай Дмитриевич, попросите ко мне начальников отделов. Всех. Езакия Ивановна, не приходил тот товарищ, которого я жду с Урала? Нет, Владимир Ильич, не приходил. Если придет, вы ждите его ко мне. А вы, товарищ, не ко мне? К вашей милой тети, товарищ Ленин. Земля ко мне приехала, Владимир Ильич. У вас ты лет не видал, а тут пристал. Покажите ему Ленина еще. Земля. Тамбовская, значит. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Ленин. Садитесь, пожалуйста. Как там дела в ваших местах? Да что ж дела, товарищ Ленин. Вот пришел к вам правду у вас искать. Мужицкую. А разве есть такая отдельная мужицкая, правда? Да, выходит, что есть. Да? Да. Мужицкая отдельная и рабочая отдельная. Это очень интересно. И в чем же она заключается? Девятый, как же, товарищ Ленин. Ведь мужик за советской власть и пошел. Пошел. Сказала советская власть, кончай войну, мужик, штык, в землю. Верно? Ну. Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно? Ну, ну. А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды и хлебушка-то это чуть-чуть. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то, правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин. А у вас сколько отобрали хлеба? Ай, я не про себя. Вот у вас лично сколько было хлеба? А так, вот сколько было, столько и всплыло. Не обо мне речи. Так. Значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь? Ты, как сказать, мандатов не имеешь. Не. А кой-какой народишко за мной стоит. А кой-какой народишко за вами стоит. Стоит. Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали. Верно? Евгения Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту? У меня молоко на плече, Владимир Владимирович. Ничего, я посижу. Чуть-чуть-чуть. Так что вы хотели мне сказать? Я вас слушаю. Вот видите, ищите правду, а до конца не говорите. Как же мы будем с вами разбираться? Ну, ладно. Хлебушка кушайте. А кто его сеял? Мужик. Кто его потом кровью полил? Мужик. Кто его жал? Кто молотил? Кто на горбу таскал? Обратно, мужик. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик с правной. Хозяин. А есть лодорь. Лодорь – это бедняк. Фибик, это по-вашему бедняк. А по-нашему лодорь. По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Ах, мироедцы, которые эксплуатируют древнюю, стараются подорвать советскую власть. Власть рабочих и беднейших христиан. И это у вас у кулаков не выйдет. Ну, вот что, гражданин Ленин. Россия – страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, ежели сицу не дадите, мы в холстину оденемся. Ежели сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да. Да вот ежели мужик хлеба не посеет. Измором, значит, возьмете. А вы как думали? Возьмем. Да, отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картинку нарисовали вы. Значит, выходит, вы пришли как бы объявить нам войну. Ну, вы человек ученый, вам видней. Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть – штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы кулаки еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите – возьмем силы. Да-да-да. А пойдете войной – уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста. Запомним. Ваше превосходительство. Ну, вот как хорошо договорились. Давайте, Кугулев, уходите в гостя. Прощеница просим. Да уж, это как водится. Проходи. Слыхали, Яков Михайлович, вот этот кулак. Да, во всей своей неприглядности. Как он сюда попал, Владимир Владимирович? Пришел поговорить по душам. Прощупать не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление. Да, и заметьте, все лозунги эсэровские. А как же, обязательно эсэровские. Бедняк, лодерасист, она в мужицкой деревне без горлов проживет. Прямо чернов какой-то переодетый. Яков Михайлович, вы в молоке что-нибудь понимаете? В молоке? Да. В молоке – да. Скоро оно закипит? Нет еще. Ну, как нет? А пузырьки? Пузырьки – это не важно. Ну, как же, что вы мне говорите? Не беспокойтесь, Владимир Владимирович. Тут я могу уже консультировать. А, ну-ну. Ну, на вашу ответственность. Вот говорят, что мы суровые. Абсурд! Ни в какой мере мы не суровые. Мы слишком мягкие. И напрасно деликатничаем сэсэром. Вот, вот, вот. Эти господа скоро нас стрелять начнут. А наша власть иногда больше похожа на молоко, чем на железо. Я обрекался – молоко! Ха-ха! Вот, вот вам и пузырьки. Евракия Ивановна, молоко вскипело? Я, Камикалович, пожалуйста. Твоя! Слушаю. Нет, нет, нет. Мы уже говорили, что декрет об отмене частной собственности на недвижимость должен быть опубликован завтра же. Да. Вот именно потому, что политическое положение напряженное и вся контрреволюционная сволочь писнуется, именно поэтому декрет должен быть опубликован завтра же. Нет, нет, нет. Политиканствовать и вилять в таких вопросах мы не будем. До свидания. Входите, входите, товарищ Василий. Здравствуйте, Голубчик. Здравствуйте, дорогой мой. Ну, идемки, идемки, идемки. Садитесь вот сюда, поудобней. Ну-ка, ну-ка, дайте, я на вас посмотрю. Нет уж, дайте мне на вас посмотреть, Владимир Ильич. Похудели. Что, крепко досталось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ешьте. Ешьте обязательно, все не меньше. Я совершенно сыт. Я сыт. Да? Ну-ка, поглядите на меня. Да. Ну ладно. Вот. А хлеб доведи. Да. Два эшелона. Чернадцатого года. Вот. Хорошо. Оставайся один. Ну расскажите мне все по порядку со всеми подробностями. Хорошо. Ну, в Царицын я попал как раз, когда Ворошилов прорвал казачье кольцо и вышел прямо к дону. Сформировали отряд. Дал мне Сталину восемьдесят тысяч пудов хлеба. Я отправил. Для вам передать письмо. Ну. Вот все. Все. Ну позвольте, ведь у вас же там было целое сражение. Вас обстреляли куваки вдовой. Не без этого, Василий. Коротко, но ясно. А вы похудели, товарищ Василий? Вы очень нужны Дзержинскому. Найдите время поедаться с ним сегодня же. А как у вас дома? Ребятенок как поживает? Товарищ Василий? Товарищ Василий? Что такое? Скорее врача. Сьюж минуту врача. Слушаю. Вы звоните через пятнадцать минут. Ага. Андрей Федорович, очень хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста. Что с ним? Ничего страшного, Владимир Ильич. Обычный голодный обморок. Голодный? Я так и сам. Что надо делать? Ничего. Он сейчас придет в себя. Можно дать ему есть. Да-да. И хорошо по горячему чаю. Товарищ Бобулев, организуйте, пожалуйста, и горячего чаю непременно с сахаром. Хорошо. Этот человек только что привез нам восемьдесят тысяч кудов хлеба. Вот так вот. Выпейте. Товарищ Василий, выпейте. Выпейте чай. Вот. И скушайте хлебом. Скушайте хлебом. Да-да. Да-да. Нам все известно. Нам все известно. Андрей Федорович, может вас на минуту? Да-да. Когда я вам aggi to... Нажите ленточку. Вот так и reside в шеках. Абрес. Угу. 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 Угу, начал здесь. Угу. Здравствуйте, Александр Ильманович. Здравствуйте. Вот что, кстати, приехали. Вы что, больны? Здоров. Устались с дороги? Нет. Немного устал. Вот что. Вам предстоит сегодня в 5 часов очень ответственная работа. Немедленно свяжитесь с Макаровым, он вам даст подробные инструкции. Слушаюсь. Все. Допустим, у вас еще будет время отдохнуть. Здравствуйте, Александр Ильманович. Владимир Ильич. Я еду в Петроград. Так, что случилось? Убей Турецкий. Урицкий уничтожен. Знаем. Знаем? А что ж вам помешало? Петров, дайте объяснение. Вы были на митинге? Ну, был. Почему же вы не стреляли? Тебя спрашивают, Петров. Не мог. Почему? Не мог. Вышел он на трибуру. Стал говорить про рабочих. Каждое слово понять. Взять, к примеру, мою жизнь. Все правда. Не мог я стрелять. Ну, Лупчик, вам надо отдохнуть. Поезжайте-ка вы, миленький, домой. Успокойтесь. Успокойтесь. Поезжайте. Он за рабочим. Я понимаю, я понимаю. Всего хорошего. Всего хорошего. Это очень опасный человек. Соколинский. Возьмите-ка его на себя. Сейчас. Только не здесь. Проводите куда-нибудь подальше. Сколько раз я вам говорил, что убийство Ленина нельзя доверять рабочим? Вы же рассчитывали на мировой эффект. Рассчитывал, рассчитывал. Мало ли на что я рассчитывал. А что Ленин выступает сегодня? Сегодня. Вы точно выступаете? Совершенно. Я разговаривал с Бухарином. Он очень нервничает, торопит. А план здесь? Здесь. Пойдемте. Сядьте. Фаня Каплан. Да. Решено. Когда? Сегодня. Дай револьвер. Дай револьвер. Дайте револьвер. Зарядите. Зарядите вот эти. Что такое? Вероятный Соколинский. Вы же сами распорядились. Фу. Паупа. Я же ему говорил, чтобы не здесь. Осторожно. Они отравлены. Тридцать пять. Тридцать шесть. Тридцать семь. Гляди, Матвей. Только тихо. Помните? Сигнал-выстрел. Вы приезжали? Из Кострома. Ярославль. Проходите. А мы вас ждем. Да знаю, так все дела и дела. То куралка стоит, то одно, то другое. То пятый, то десятый. Так время проходит. Комендант Кремля. Здравия желаю. Граждане. Матвеев. Молковский. Да. Григорий. Орундуков. 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 Мерси. 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 Замкнуть кольцо. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Выступление решено перенести на сегодня. Господа офицеры. Особых сигналов не будет. Сбор частей в полной боевой готовности, час тридцать ночи. Прошу сверить часы. Сейчас двадцать пять минут шестого. Задание известно всем? Всем. Господин комендант, у вас все в порядке? Абсолютно. Ворот Кремля вы откроете в два часа ночи. Слушаюсь. Господа офицеры, вопросы есть? Есть. Предложение. Кроме Спасских ворот, открытия Никольские. Не надо. Слушаюсь. Еще вопросы? А кто войдет в состав нового правительства? Наряду с эсерами войдут левые коммунисты. Бухарин и Пятаков. Кроме того, с нами Троцкой, Зиновьев и Каменев. А почему выступление именно сегодня? Момент удобный. Дзержинского нет. Он расследует убийство Урицкого в Петрограде. Но он же еще не доехал до Петрограда. Как только доедет, он вернется обратно. Потому что в ближайшие полчаса будет убить Ленина. Всем полковник. Слушаюсь. Вам как начальнику штаба надрежите немедленно. Матвеев, Матвеев. Старый знакомый? Да, встречались, как когда-то. Да-да-да. Да. Вы куда? Я в портфеле забыл план кремлевских караулов. Вот как? Да. Чекист. Держи его! Тихо! Не стрелять! Душите его! Душите! Душите его! Тихо, господа. Ради Бога, тихо. Да кто ж так душит? Да яблочко, да яблочко. Вот, вот, вот. Да не так! Да яблоко! Вот, 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 вот. Ну! Тихо! Василий! Да! Тихо! Василий! Я узел. Говори! 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 Я пойму. Вася! Немедленно спасай Ух! Ух! Беги скорее! Вася! Блин! Блин! Принимай команду! Эй! Овань! Эй! Что тут здесь? Семьцов! Перенести осторожно безопасное место! Передай Дзержинскому, Троцкой, Каменьев! Бухарин! Предатели! Тихо, браток! Тихо! Владимир Ильич, как ужасно смейте Ритского. Да, виноваты в ней вы. Вы виновны в его гибели. Владимир Ильич! Вы бросаете такое страшное обвинение? Мне? Бухарину? Да. Вам. А вы хотите, чтобы я все считал вас младенцем? Вы разлагаете партию, вы раскалываете партию, враг этим пользуется, стреляете в нас, а вы не в состоянии осмыслить связи этих явлений. Вы, Бухарин, геолектик, так сказать. Видите ли, Владимир Ильич? Ваша борьба против Брестского мира стоила нам неисчислимых жертв. Владимир Ильич. Не пора ли нам перестать верить вашему делу? Не пора ли дать политическую оценку вашему поведению? И не пора ли мне лично перестать верить вам, Бухарину, лично? Владимир Ильич, вы же не знаете, с чем я пришел. Мы складываем оружие. Владимир Ильич, мы прекращаем всякую фракционную деятельность. И готовы работать пружно, совсем цикару, коврю. Оле, это в который раз? Клянусь вам, Владимир Ильич, я все понял. Это конец. Ну, я буду очень рад, если так действительно случится. Товарищ Гиль. Ну, значит, мир. Владимир Ильич. Товарищ Гиль, зовут Михельсонов. А вы, кажется, хотели ехать на фракционную манеру? Нет, нет, на зовут Михельсонов. Ну, счастливого пути. Привет, Михельсоновцы. Товарищ Гиль. Разрешите? Что такое? Я Владимир Ильич, вы не знаете? Уехал. Куда? На митинг. Куда не уехал. Кажется, в Лефортовской... Да! В Лефортовской манер. Лефортова! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Советская Россия окружена врагами. Бежит огоньком с одного конца России на другой полоса контрреволюционных восстаний. Эти восстания заведомо питаются денежками империалистов всех стран. И организуются они усилиями эсеров и меньшевиков. И вот вам доказательство. Вы уже знаете, что сегодня в Петрограде убит товарищ Курицкий. Это подлейшее убийство из-за угла типичное и прямое дело эсеровских банк. Как и Кулацкие восстания и Чехословатский бенец. Все эти фронты, движущиеся на нас с севера, с востока и с юга, все это, товарищи, одна война, нахлынувшая на советскую Россию. Мы истекаем, мы истекаем кровью от тяжелых ран. Мы переживаем, мы переживаем неслыханные трудности. Мы голодаем, мы отрезаны от нефти, от угля. Хлеба нет, а за Градиловки отбирают. Мы его твой акад. Товарищи, относительно хлеба я вам отвечу потом. Товарищи, труднее удержать власть, чем ее взять. Наша революция идет вперед, растет и развивается, но вместе с нею развивается и растет наша борьба. И вот поступила записка. Послушайте, что здесь сказано. Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянем на барабаны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спокойно, спокойно, товарищи. Я знаю, что это писала нерабочая рука. И вряд ли, написавшая эту записку, осмелится выступить здесь. Пусть попробует. Да, я думаю, товарищ Толдыма попробует. Товарищи, когда происходит революция, то есть умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека, когда умешив, можно вынести вон. Здесь и гибнет старое общество. Труп этого буржуазного общества нельзя, к сожалению, заколотить гроб и закопать могилу. Этот труп разлагается в нашей среде пол гниет и заражает нас, томит. Этот труп смердит. АПЛОДИСМЕНТЫ Убийством товарища Уиткова контрреволюция объявила нам белый террор. АПЛОДИСМЕНТЫ Спокойно, товарищи. Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены. Как только кончит, все чаржины два, а я постараюсь поддержать народ. АПЛОДИСМЕНТЫ И пусть бешенствует буржуалье, пусть хнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет в окоп. Тройная бдительность, осторожность и вытяжка, все должны быть на своем посту. Вспомните, товарищи рабочие, у нас только один выход – победа, ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ах! Ах! Вадимир Ильич! 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 КОНЕЦ 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 Несколько часов тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Стесней ряды председатель КЦИК Свердлов. 10 часов 45 минут. Здравствуйте. Морфий впрыснут пульс. Вот входные простуры. Больно. Руку крепче. Ничего, 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 ничего. Ничего. Больно. Вот. Первая. А вторая? Ширик. Быстрей. Руку крепче. Надежда Константиновна. Надежда Константиновна. Не надо успокаивать меня. Якут не хочет. Придется приподнять. Осторожненько. Выше. Выше. Ничего, ничего, ничего. Так, 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 так. Мягче. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, больно. Вот и вторая. Опустите. Тихонечко. Картон для повязочки. Шинку. Ну, Владимир Ильич, все в порядке. Пули под кожу, пустяки. Вытащим. Главное не волноваться. Кислород. Да. Непременно. Доктор. Это конец. То, что вы, Владимир Ильич. Андрей Федорович. Мы с вами коммунисты. И должны говорить ясно и просто. Если это конец, я должен сделать распоряжение. Вызвать Сталина. Владимир Ильич, вы будете жить. Ну, смотри, тише. Садись. Фамилия. Новиков. Имя и отчество. Иван Григорьевич. Партия. Правых СССР. Признаете себя виновным в организации контрреволюционного... Признаю. Из Костромы. Ярославль. Харитонова знаете? Угу. Ну, как он? Арестонов-Царицев. Харитонов-Аристонов. Тихо ты. Что же делать? Выпей воды. Что делать? Харитонов-Аристонов. Ну, перестань ты. Где Рудковский? Здесь. Что? Арестован. Да-да. Иван Григорьевич. Какой он камер сидит? Шестнадцатый. Один? Один. Посадишь меня к нему, понял? Ладно. Да не ладно. А немедленно сейчас же посадишь, пока Дзержинский не приехал. Ну? Давай вызывай конвоира. Что же? Отправьте арестованного. Отправьте арестованного. Арестованы идите. Приехали, Феликс Эдмундович? Феликс Эдмундович. Да, приехал. Садитесь. Вы были на Малой Броне? Так точно, был. Где Константинов? Бежал. Бежал? Скрылся, Феликс Эдмундович. Такая горячка была. А остальные? Остальных пришлось пустить в расход, Феликс Эдмундович. Оказали отчаянное сопротивление. Так. Скажите, Матвеев умер у вас на руках? Так точно, товарищ Дзержинский. У меня на руках. Тяжелая утрата. Да, тяжелая. Успел он вам что-нибудь сказать перед смертью? Успел. Что? Что именно? Да здравствует мировая революция. И только? Глаза. Глаза мне глядите. Провокатор! Оружие на стол. Конечно, предатель. Как я этого раньше не замечал. Кх-кх-кх. Кх-кх. Кх-кх-кх. Кх-кх-кх. Кх-кх. Мирослав. Не виноват. Собрались, Феликс Эдмундович. В сердце революции. Честное слово, чекисты. Не смейте! Называйте себя чекистом. Что сказал Матвеев? Не помню, Феликс Эдмундович. Вспомните. Вам придется вспомнить. Что вы наделали? Он мог вас убить, Феликс Эдмундович. Вы понимаете, что вы наделали? Вспомните. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надо смотреть правду в глаза. Неужели... Неужели ничего нельзя сделать? Будем надеяться на его могучий организм. Да. Не, извините, профессор. Пожалуйста. Профессор. Продолжение следует... Продолжение следует... Товарищ Василий. Простите, Надежда Костя. Привет. Я. Я. Так. Так. Еду. Сводки с фронта. Все несут сводки. Много сводок. Положение тяжелое. Да. Тяжело. Не надо говорить Наде ничего. Не надо расставить. Ээээ. Нет, нет. Феликс Седмонзыч. Извольте беречь себя. Отойдите от крыльца. Они стрелять будут. О, ну, в ответе. Надо брать Сибирь. Сибирь. Симбирск. Хлеб. Хлеб. Шкут. Хлеб. Шкут. Кончено. Направляем на фронт Сталина. Пус, пора встать. Приготовьте к амфору. Это нужно отправить немедленно. Хорошо. По этому вопросу докладывали Владимиру Ильичу? Нет, не успел доложить. Тогда отложим. До выздоровления. По этому делу докладывал. Дал указание? Нет. Как раз сегодня должен был. Посмотрите, пожалуйста, в бумагах. Может быть, Владимир Ильич оставил какие-нибудь заметки. Это очень важное дело. Хорошо, Яков Николаевич. Ну, давайте дальше. Фигмеи подняли руку на великана. Какой исторический парадокс. Надежда Константиновна, вы пошли отдохнуть. А я посижу тут, посмотрю за ним. Чего уж тут смотреть. Идите, идите. Скорей, скорее, идите. Больной волнуется. Я убедительно прошу вас. Ужасно, ужасно. Хорошо, вот. Так вот. Кто там приехал, Горький приехал? Лежи, лежи спокойно. Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите. Здравствуйте. Алексей Максимович. Только с условиями. Хорошо, хорошо. Понимаю. Ну, где же Горький? Почему его нет? Здравствуйте, Надежда Константиновна. Вот, вот. Я слышу его голос. Да попустите ко мне Горького. Здравствуйте, Владимир Ильич. А, Алексей Максимович. Владимир Ильич, здравствуйте. 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 Вот вам и решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет. Мы не были суровы. Вот мне и досталось от интеллигенции пуля. Да. Алексей Максимович. К сожалению, меня отпустили к вам с условием. Нам придется помолчать. быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно. Ничего. Мы еще с вами наговоримся. хорошо. Ну? Хорошо. Давайте помолчим. Алексей Максимович, посидите посидите немножко. Я сейчас вернусь. Сейчас. Сейчас вернусь. Вот так. Хорошо. О! 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 Продолжение следует... Казаки заняли жутом. Бой длился 16 часов. Наши части вынуждены были отступить районом Гонерова. Точка. Командир бикетовского полка Сухачев изменил. Сухачев расстрелян. Точка. Противник продвигается глубже, угрожая линии царицын Соретты. Сталин запрашивает бюллетень здоровья товарища Ленина. Передайте товарищу Сталину. Положение очень тяжелое. Пульс плохой. Пульс плохой. Частая потеря сознания. Кровохарканье. Продолжайте. 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 Нос. И, наконец, здесь... Здесь отмечены наши пути отступления. И определены выходы белых. Занявших вот этот вот район, сегодня даст узнительно во второй половине дня. Когда-то, да? Вскоре после полудня. Они взяли точнее. В 14.30? Ага. А вы где были в 14.30? Видите ли, я, к сожалению, не успел подойти, поскольку... Ну, мы успели. Да. Значит. Таким образом, в положении нашего участка мы на сегодня должны констатировать тенденцию к дальнейшему отступлению. Тенденцию? Да. Все? Так точно. Товарищ Церехов. Он здесь? Здесь, товарищ старком. Товарищ Церехов. Примите командование. В смысле? А вам, я предлагаю, стать командованием. Давно пора. Я... Нет, позвольте. Нет, не позвоню. Хорошо? Буду жаловаться высшему командованию. Мы воюем плохо. Занимаемся картами, чертим чертежи и отступаем. Карты хороши тогда же. Возьмите хорошие карты, когда с их помощью наступаешь. Завтра на рассвете. Мы начинаем наступление по всему фронту. И без всяких тенденций к отступлению. Конкретное задание получится у товарища Ворошилова. Ясно, товарищ командир? Волне ясно, товарищ командир. Ну и отлично. Ну, желаю нам всем удачи. До свидания, товарищ командир. До свидания, товарищ командир. Ну, поздравляю вас, товарищ Церехов, с новым назначением. Спасибо, товарищ старком. Только справлюсь ли все-таки дивизия. Ничего. С именем Ленина в сердце. Вы всегда справитесь. Есть, товарищ командир. Здравствуйте, товарищ командир. Что случилось? Завтра мы должны наступать. Да, наступает. А вот прочтите. Приказ Троцкого. Ведь если это перевести на русский язык, что это значит? Расформирование фронта и сдача Царицына-Белого. Ничего больше. Так. Правильно. Ну? Завтра Краснов будет задомлен. Ленин. Без сознания. Трудно себе представить. Ну? До утра. Утро. Утро. Астрак вы стереть. Ура! Астрак. Ура! КОНЕЦ 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 а Устанавливаю. Устанавливаю. Соедините меня, слава вам, пожалуйста. Есть. А вам наркома? А вам наркома? Ну, как вы себя чувствуете, товарищи? Живем, товарищ Сталин. Отлично. А как наши дела, товарищ нарком? Очень хорошо. Как никогда. А вам наркома? Есть, товарищ старин. А нам советовали отступать. Тенденция к отступлению. Дежурный? Дежурный. Передайте по прямому проводу. Москва, Кремль, товарищу Ленину. Наступление советских войск в Царицинском районе увенчалось успехом. Поняли? Скорее, скорее. Готово, нет? Давай. Давай. Давай, давай, давай. Скорее. Товарищ Василий. Я вас слушаю. Телеграмма из Царицына. Да? Ну-ка, ну-ка. Наступление советских войск в Царицинском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Что, что, что? Еще раз. Наступление советских войск в Царицинском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Так. Отброшен задон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Нарком Сталин. Хорошо. Передайте товарищу Сталину от всего сердца. Спасибо. Тише, товарищи, тише, тише. Официальный бюллетень о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров товарища Владимира Ильича Ульянова Ленина. Температура тридцать восемь и две десятки. Пульс сто двадцать. Хорошего наполнения. Как, как? Хорошего наполнения. Решай, не решай. Наполнение хорошего. Ну да. Дыхание двадцать четыре. Ночь спал сравнительно спокойно. Читай, читай дальше. Кашля не было. И чувствует себя бодрее. АПЛОДИСМЕНТЫ Латание свободное и бесполезненное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГУРАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАДА Вышел. Подумайте. Встал и вышел и вспомнил. Как же это могло случиться? Вышел, вспомнил. Вот встал и вышел. Почему Вы разрешили ему встать? Я говорила ему нельзя ... Ну? А он ничего-ничего. Ну? Ну, не могу же я. Что не могу? Да не могу же я силой держать вождя мирового пролетариата. Сейчас он для вас больной анемор. Где он? Не знаю. Сейчас он изыскать. Очень хорошо. И отсюда выгнали. И тоже выгнали. Вот эта картина мне уже нравится. Ну, а сюда мы еще вернемся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 Старина! Субтитры сделал DimaTorzok